С тем, что новая зона отдыха городу необходима, спорить вряд ли кто-то станет. Однако найти правильное место для ее размещения непросто. Территория вокруг Одинцовской библиотеки номер один представляется идеальным решением. Недалеко от центра, рядом с востребованным социально-культурным объектом. Обустройством сквера готова заняться крупная строительная компания «Инград», которая по соседству возводит новый жилой комплекс. У нас в организации есть такая стратегия, и мы придерживаемся того мнения, что мы строим не только комфортное и качественное жилье, но мы, соответственно, еще обеспечиваем сферу или какой-то, как вы сказали правильно, оазис жизни на каждом нашем комплексе. Но при этом мы еще обязательно рассматриваем ближайшие районы, которые прилегают к нашим каким-либо точным застройкам, либо если мы берем комплексное развитие территории, то там мы обязательно рассматриваем варианты того же там озеленения и комфортного жилья. Там приведу пример на наших больших площадках, как в Матищи и Пушкино. У нас есть комплексное развитие территории. Мы там предусматриваем у себя в проекте целые бульвары. Конечно, от бульвара в центре Одинцова никто не отказался бы. Но нужно быть реалистами, исходя из наличия свободных территорий, которых в городе не так и много. Именно поэтому главный вопрос – где, а уже потом – кто, как и что. У нас все в Одинцово хорошо. И есть парк Лазутиной, и вроде сейчас облагораживает пятый микрорайон. Но у нас первый микрорайон почему-то не совсем… Второй и первый микрорайон. Да, первый и второй микрорайон, да. Не совсем у нас хочется какой-то действительно современный, не просто какая-то зона отдыха, а действительно хочется по-настоящему какой-то сквер, парк. Название для нового сквера жители выберут сами. Он будет носить имя одного из писателей, чья жизнь и творчество связаны с нашим районом. С 1 по 10 декабря будут собраны предложения. Их можно отправлять по электронной почте, сообщать по телефону или опускать свой вариант в урну для голосования, которую установят в помещении библиотеки. С 10 по 25 декабря голосование пройдет уже по собранным вариантам, а окончательные итоги подведут в начале января. На круглом столе присутствовали представители всех микрорайонов города. И у каждого нашлось свое предложение по поводу улучшения качества городской среды. Общий итог подвел председатель общественной палаты Захар Иванов. Мы как общественники Одинцовского района всегда хотим очень много. Это понятно. Целый список, да, да, да. Для города. Есть определенные ваши возможности. Давайте подытожим, наверное, да. Первое. Самое главное. Это сквер вокруг нашей библиотеки. Второе. Детская площадка со спортивными элементами. И детская площадка для маленьких детишек среднего возраста. Ну и постарше, я так понимаю, там спорт чисто интересен, да? Среди других общественно значимых проектов, которые, возможно, будут предложены застройщику, обустройство зоны отдыха, расположенной в Подушкинском лесопарке, протянувшемся вдоль улиц Новоспортивная и Говорова. Мы, как общественники, всегда просим именно предприятия, работающие на территории района, что-то принести и жителям, чтобы снять, во-первых, социально какое-то определенное напряжение, ну и, во-вторых, помочь в развитии наших районов. Конечно, наш бизнес сегодня в данный момент находится не в очень хорошем состоянии. Общий бизнес, я имею в виду, не только строительный. Но компания «Инград» зарекомендовала себя в других районах, как социально ответственное предприятие. Ну и, надеюсь, в нашем районе они своими не будут перечеркивать чем-то плохим. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...